Сегодня я хочу написать портрет Машеньки Сахаровой, моей предмладшей дочери. Сейчас вы ее увидите. Итак, картиночку вы видите на экране. Там куст себе и куст. Там какая-то яблоня, по-моему, у нас. Видны маленькие яблочки. Но мы из этого куста, яблоня большая склонилась, а мы из нее сделаем куст сирени. Фотоматериал хороший, позировала красиво. Вот такой симпатичный ракурс, симпатичная затея деревенского портрета. Так, чтобы предпринять этот портрет, мне нужна грязь, грязь, грязь. Грязь красных разбелов я беру. Беру английскую красную. Грязь зеленых разбелов. Я беру изумрудную. Вот такой серенький цвет формируется. Не только серенький, но и живописный, поскольку оба цвета противостоят друг другу. Один холодноват, другой жарковат. Побеливаю. Не кладу совсем в чистом виде. Вы видите, зеленоватость у меня ограничена красноватостью, а красноватость подбита зеленоватостью. Укралися изумрудную. Спасибо за внимание. Я揚 olmuş. Получилось. Поскольку в 한 килог té. Therefore, намекать красновой красной красоты, просто успехи за головой плачьтесьcan, свет ag Ярский цвет. Because I я привлек buenas Mia. как очень часто я это делаю я избавляюсь сначала белого но как бы создаю такой имприматуру на холсте на которую уже нанесем и дополнительный цвет и и рисунок когда уже есть фоновое это один из классических путей набора картины это не значит что я что-то придумал питаю вас сомнительной пищей это известный способ кто-то работает от линейного рисунка сначала наносит рисунок потом как бы раскрашивает кто-то наносит сначала фоновую цветовую кашу грязного или порой и чистого цвета это может быть охра красная это может быть чистая охра вот и уже на этой грязцы работает ну мне нужно более грязновато и сейчас состояние цветов на это видите время некоторое уходит правда в этом в это время особо думать не приходится это как гимнастика некий фитнес перед началом работы берем тряпку данном случае тряпка вот такого размера я и не складываю как девочки часто складывают тряпку а сминаю в ком вы выдавливая из нее некую фигушку вот этой фигушкой я сейчас распределяю вещество по холсту чтобы натеки краски не создавали неудобств в наборе уже более внятного цвета распределение вещества будет равномерное и в нем будет довольно удобно работать вы видите достаточно вкусный такой как бы немножко старинный цвет можете запомнить это сочетание либо окра красная либо либо английская красная и кто-нибудь из зеленых другой цвет у нас будет более пленерный это ультрамарин с краплаком эти цветики у нас помидывают создавая эффект пленера вы видите едва они появились сразу появилось настроение улицы улицы они же будут и потемнее и посветлее тряпка прекрасный рисовальщик и вы видите как она справляется с идеей набора набора пятен особенно по вот этой акварельной мокрости холста коричневые могут прийти мятая среда куста будущей сирени и 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 разречим. Ну это хороший ход. Удобный ход. Так, и наконец, фигурка, платье, сиреневые оттенки. Грудь стремится к середине. Чуть ниже, чуть ниже линии пересечения. Поэтому от этого места я и пляшу. В этой части формата, форматы у нас практически совпадают с фотографичным. Поэтому я смело раздаю пятна, исходя из пропорций формата там, которые у меня совпадают с форматом здесь. Темные партии наберем. Вы видите, тряпка-рисовальщик. 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 У тряпки широкий захват, плюс мокрость холста снизу в подкладке И довольно удобно, эффективно, быстро происходит набор Мало того, этот набор не дает лишнего вещества на холст Что очень актуально Потому что чем больше краски мы сейчас навалим, тем труднее будет находить рисунок и уточнять рисунок Эту же тряпку можно перевернуть на другую позицию И набрать цвет волос и головы Розовый-желтый Для начала в пользу розового Несмотря на то, что головочка несколько желтит Теневые в лице, в теле Розовят, а световые желтят Преувеличенная краснота волос даст возможность на них положить желтость Блондинчатость Так, возьму теперь кисть Кудрявость листвы сирени Соберу вот так рисунком Просто стихийным Кудрявым рисунком То есть не то, чтобы я всматриваюсь сильно в рисунок Но так приблизительно Обозначиваю для себя Его вехи Поскольку мы с вами затеваем импрессионистический мотив письма, то я задаю настроение ритма мазочков. Забор, который под листьями виднеется, будет набран нарочитыми, вертикальными стайками мазков, которые будут создавать этот ритм. Продресь, отсюда остается продресь холста, то есть холст как бы виднеется сквозь ритм этих мазочков и создается импрессионистический эффект, основа которого цвет и ритм мазков. Живопись маслом любит работу от темного к светлому, поэтому я в первую очередь наращиваю тенистые проявления рисунка, нежели чем светлистые. Вы видите мазочки, все не плотные и даже как бы наоборот прозрачные. Под ними виден предыдущий слой укладки. Продолжение следует... Мерцание, 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 мерцание мазочков. Не торопимся сильно конкретизировать линейность обрисованности. Свет сквозь забор. Не финишный, не финишный, еще цвет волос накладываю. Предполагаю еще высветлять. Прямо охрочку светлую беру и на ту грязцу цвета, которую я подложил, накладываю светлость. Свет сквозь. Свет сквозь. Свет сквозь. Свет сквозь. Свет сквозь. Всюду мазочки прозрачные. Несмотря на то, что цвет вроде агрессивный, но у меня осталась и в подкладке холода, которые были набраны в начале. Никакой, вы видите, линейности рисунка я не совершаю. Только приблизительные пятна. Немного листьев сирени наберем. Такой тухловатый цвет зеленого берем. Не активный. Сохраняя общую гамму картинок. Даже сиреневость цвета листов очень даже будет уместно, создавая эффект пленера и воздуха. Воздух синий. Но не все будет так тускло. Где-то выйдут из этой мглы тенистости несколько листьев нарядного цвета. Ориента Танца. Бробряны, гон讚. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предполагается, что куст большой, куст сирени и цветочки... Прежде всего растут на макушках этого куста, который уходит за пределы... И только чуть-чуть внизу, создавая романтик... Продолжение следует... 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 Доски можно в том числе порисовать, вырезая мастихином. Смайлик лица. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть-чуть можно подсмачивать вещество краски разбавителем... Но не сильно... Не увлекаться разжижением краски сейчас... Продолжение следует... 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 И создаю обилие замесов, красноватых, охрянных, коричневатых, чтобы мне за каждой мелочью не создавать новый замес, а брать из уже имеющихся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, вроде как прочертил, но тут же адаптирую... Продолжение следует... 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 Это все будет пока рабочий набор. Личико, то есть без существенной выписки. И потом по-сухому можно будет дополнить уточнениями и цветом. Так будет технологичнее, удобнее. Единственное, что сейчас нужно несколько нарастить вещества на холст. В районе личика некой наштрихованности, чтобы это не было слишком гладкое письмо. Чтобы вот этот трепет мазочков был и в личике. Спасибо. Глазки будут смотреть немножко в сторону, чтобы это был не позирующий, а любующийся миром, чем-то увлеченным взгляд. Спасибо. 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 Тенечка от волос падает и создает мутный переход. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . 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 Рыхлое письмо в платье, поскольку оно рябое в цепочек, я вот такими лежачей кистью, густенькими мазочками создаю рыхлый эффект пестрого рисунка. Кистью можно даже вращать, чтобы этот эффект усиливать. Мигаю то в пользу розового, то в пользу синего. Мигаю то даже изумрудную в чистом виде, в разбеленном виде тоже подложу. Вот такое обилие разбросанных цветных мазочков создает с одной стороны ритм, вы видите, текучесть ритма этих. Стайку, импрессионистичную стайку мазочков. Саша, parecer отколол... Ритм, аккуратненько если есть, получается то, что сходите. Взять ткань и удалите его. Разумеется. Делайте жюри patient games. Признащ 어�h, ты его recomendешь. Вы видите, уже густые мазочки задействую. Особенно на светлых партиях густые мазочки. Сверху. 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 Продолжение следует... Откажусь от идеи слишком мелких мазочков в платье. Чтобы крупность предметного плана выразить. Поскольку и довольно крупные листья будут, и пусть они все будут близкие по размеру. Мне кажется, все-таки так будет лучше. Поэтому меняю несколько. Меняю идею исполнительскую. Эти же красноты в тени, вернее, сиреневости в тени будут у нас несколько теплее. Как бы подразумевая некую прозрачность платья, а заодно и прозрачность всего. То есть все нежненько, прозрачненько. Продолжение следует... Чуть-чуть ручечка подвинется. Увеличится предплечье. Чуть-чуть опустится. Чтобы быть крупными. Чтобы быть крупными. На касании к телу, видите, я красный подсовываю, и тогда более естественным выглядит это касание именно к телу. Имейте в виду, что касание тела к холодным лучше на этом касании краснотой чуть-чуть тюкнуть. Маленький элемент вы сейчас увидели линейного рисунка, как бы обводящего рисунка. Платье вроде как не имеет теплых звуков, но чтобы свет стал теплее, можно и тепленькими подыграть. Чтобы больше выразить идею света, чуть-чуть тепленькими. Подыгрываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Тут можно нацветнить и сиреневыми, и розовыми, как бы 50 оттенков серого. Нащупать, наиграть в подобных задачах общение с недоцветом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таким длинным его не делать. Мы на этом сегодняшний сеанс закончим, и уже в следующем сеансе вы увидите просто продолжение, ускоренное продолжение работы, которое будет учитывать все те вещи, которые я проговорил, и вы сможете досмотреть историю дописания этой задачи, где уже все проговорено. Какие-то ходы исполнительские вы можете для себя теперь позаимствовать. В своем творчестве. Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко стриха по цилиндру руки... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...